Всем привет, меня зовут Анна Блок, и сегодня я расскажу о том, как при помощи одного лишь CSS создать glitch-эффект для любого фона. Если тебе интересно, то продолжай смотреть это видео. В этом видеоролике ты познакомишься с двумя понятиями, такие как переменные CSS и свойства background-blend-mod. Работа с переменными CSS идентична тому, как если бы вы работали с ними в предпроцессорах. Однако немного изменен синтаксис и то, где записывается эта переменная. Например, переменную вы можете записать для родительского блока и применить эту переменную уже в дочернем. Чтобы записать переменную в родительском блоке, нам необходимо поставить две черточки впереди. Далее, чтобы использовать эту переменную в дочернем элементе, нам необходимо записать свойства и значения самой переменной через атрибут var. Теперь давайте поговорим о свойстве background-blend-mod. Это свойство позволяет управлять режимами наложения слоев фона, которые мы задаем в CSS. Всевозможные значения для этого свойства вы сейчас видите на экране. Эти значения перекликаются с тем, как если бы мы их использовали для свойства filter. Теперь давайте поговорим о том, что такое glitch-эффект и что именно мы будем делать сегодня на сайте. Glitch – это некий тренд, который позволяет создавать изображения, которые как бы разрываются на части. Лучше всего он смотрится в динамическом исполнении, поэтому прежде всего мы будем работать с анимацией. Glitch может быть самым разнообразным. У него нет определенных правил того, как он должен выглядеть. Поэтому то, что сегодня я покажу на уроке, вы можете трансформировать как угодно. Моя цель сегодняшнего урока – показать основы создания Glitch CSS. Поэтому давайте начнем. Пишем класс Box. Внутри него будет находиться класс Glitch. И в нем будет содержаться 5 дочерних элементов с классом Glitch EMG. Теперь переходим к CSS и начнем записывать первые стили. В классе Box мы зададим две переменные. Первая переменная будет связана с шириной и зададим внутри значение. И вторая переменная будет связана с высотой. Здесь мы будем использовать калькулятор и в будущем создадим прямоугольник вместо квадрата. Поэтому умножим это значение на коэффициент 1,25. Теперь давайте начнем записывать стили для класса Glitch. Первое – это Position Relative. Далее мы запишем ширину и будем использовать как раз таки нашу переменную, которую мы записали выше. Меняем здесь слово на With. Далее установим значение максимальной ширины. Пусть это будет 500 пикселей. Далее запишем ширину. Записываем значение переменной var и будем использовать нашу переменную. Теперь запишем значение максимальной высоты. Здесь мы тоже будем использовать калькулятор. Пусть это будет 500 пикселей умноженное на тот же коэффициент 1,25. На этом пока мы остановимся и начнем стилизовать дочерний элемент, который у нас здесь вложен. Здесь мы установим Position Absolute. И теперь попробуем на первый элемент навесить Background Image. Для этого мы запишем псевдоэлемент, который у нас будет определять очередность наших элементов. Пишем свойство Background. И здесь я установлю URL-картинку. Я ее заранее подготовила. Далее после него будет свойство Now Repeat. И отцентрируем ее внутри. Теперь давайте снова перейдем к классу Glitch. И добавим сюда для родителя переменной, которую мы будем использовать уже в дочерних элементах. Во-первых, мы добавим отступ по горизонтали. Это будет Gap. И значение у него будет 5 пикселей. Также отступ по вертикали. Значение 20 пикселей. Время для анимации. Пусть это будет 5 секунд. Далее мы установим несколько значений для будущего свойства Background Blend Mode. Первое это будет Blend Mode. И цифра 1. Здесь значение None. Далее сейчас мы все это дублировать будем. Для второго у нас значение Exclusion. Для третьего Hard Light. Для четвертого Overlay. И для пятого тоже None. Далее у нас будут использоваться переменные цвета. Именно они позволят нам создать эффект перекрашивания новыми оттенками для этого изображения. Которое у нас еще пока не видно на экране, но оно скоро появится. Здесь мы пишем Blend Color. Тоже цифра 1. И здесь мы устанавливаем прозрачный цвет. Это Transparent. Далее все это копируем. Второе значение в виде кода. Третье тоже. Четвертое тоже код. И пятое значение тоже значение прозрачности. На этом с переменными мы закончили. Далее давайте теперь будем прорабатывать Glitch MG. И все его свойства будут относиться ко всем элементам, которые у нас имеются. Установим значение Top через калькулятор. Значение минус 1 умноженное на переменную. И первая переменная это Gap по вертикали. Ставим точку в запятую. Теперь Left. Двое точие. Калькулятор. Тоже значение минус 1 умноженное на переменную. Тоже Gap, но по горизонтали. Теперь работаем с шириной. Опять же у нас калькулятор. 100% плюс значение переменной. И тут мы используем Gap по горизонтали. И продолжаем формулу. Умножаем все это на 2. Далее у нас будет ширина. В принципе все похоже. Единственное, что мы будем использовать здесь Gap по вертикали. Теперь нам необходимо немного отцентрировать это изображение. Для этого мы пишем здесь Margin 0 Auto. И безусловно нам понадобится Overflow Hidden. Чтобы все эффекты, которые здесь будут появляться, они у нас не выходили за пределы этого изображения. Поэтому Overflow Hidden. Также нам понадобится свойство Background Size Cover. И попробуем здесь применить свойство, о котором мы говорили ранее. Это Background Blend Mode. Значение переменной здесь открываем. И будем использовать первую переменную для этого свойства. Теперь давайте пройдемся по каждому элементу. Начинаем со второго. И зададим им вполне конкретные цвета. Чтобы в дальнейшем при Hover, при наведении, у нас появлялись эти дочерние элементы, которые пока у нас будут скрыты. Для этого мы используем эту строчку. Но поменяем значение на 2. Установим значение Background Color. И переменную. Blend Color 2. Далее мы используем свойства отсюда. Здесь у нас тоже будет переменная. Но значение Blend Mode 2. И так мы это все дублируем и меняем только значение цифр. Здесь у нас 3. Здесь 4. И здесь у нас 5. Теперь давайте для всех четных элементов мы установим Opacity 0. И в момент, когда мы будем наводить на блок Glitch, то есть здесь мы пишем Hover, у нас Opacity будет меняться на 1. Пока у нас ничего особенного не происходит, поэтому работаем дальше. Теперь нам необходимо в основное свойство записать такое значение как Transform. Внутри пишем Translate 3D и по всем координатам у нас будет 0. Далее переносимся вниз. И здесь мы записываем следующее. Также при наведении на Glitch. Glitch MG, но второй порядковый номер, получит следующее свойство. Во-первых, у него тоже будет Transform. Внутри значение Translate 3D. И тут у нас будет переменная Gap по горизонтали. И в других координатах по нулям. Теперь добавляем анимацию. Как я уже и сказала, Glitch не обходится без анимации, поэтому это свойство у нас обязательно. Давайте дадим ему длинное название, чтобы не запутаться. Обзовем его как GlitchAnim1. И далее переменная, о которой мы записывали TimeAnim. Далее мы все это скопируем, вставляем. 2 меняем на 3, но при этом у нас внутри Translate будет несколько иное значение. Давайте я вырежу переменную и начну записывать здесь с нуля. Первая координата это минус 1, умноженная на переменную. И далее все оставшиеся пункты у нас будут по нулям. Здесь меняем значение анимации на 2. Переменная та же самая и все остальное тоже самое. Теперь копируем, переносим на следующую строчку. Меняем число на 4. Здесь у нас будет иная переменная. Работать будем с отступом по вертикали. Поэтому внутри мы записываем следующее. У нас первое значение это 0. Далее включаем калькулятор. Здесь мы будем использовать цифру минус 1, умноженная на переменную, которую мы скопировали. И далее после двух скобок ставим запятую и в конце цифру 0. Также сделаем небольшое масштабирование. И внутри установим значение минус 1, минус 1, и 1. В анимации вместо цифры 2 пишем 3. Теперь давайте начнем работать непосредственно с самой анимации. Для этого мы записываем правило keyframes. И первое у нас будет glitch anim1. 0% то есть старт анимации. Каким он будет? Пишем значение clippath. Записываем свойства polygon. И внутри будем менять его трансформацию. То есть что я сейчас пытаюсь сделать? В правиле keyframes я пытаюсь записать время того, как будет меняться у нас тот объект, который у нас окрашен в разные цвета. Всего их 3. И как с течением всего этого времени, в данном случае это 5 секунд, этот объект будет меняться во всем отрезке времени. Для этого идеально подходит свойство clippath, чтобы мы могли создавать некие объекты разных форм, разной ширины, разной высоты, чтобы все это менялось динамически. Первый координат у нас будет 0,2%. Будем писать именно в процентах. Далее у нас будет 100% на 2%. Далее 100% на 5%. И последняя точка 0,5%. Это первое изменение. Далее у нас будет изменение на 10%. В 10% у нас будет 0 на 15. Далее 100% на 15%. 100 на 15 и 0 на 15. Теперь копируем. Вставляем. Делаем значение 20. Итак, мы будем делать для каждой плюс 10% изменение в Polygen. У нас будет 0,10. 100 на 10. Далее 100 на 20. И 0 на 20. Итак, мы дошли до 100%. Каким значение будет здесь? Тут мы можем, например, установить 70. Здесь тоже 70. И в конце у нас будет по 80%. Тем самым мы создали первую анимацию. Glitch Anim 1. Все остальное вы копируете таким же образом. Но за единственным исключением. Здесь вам необходимо изменить значение названия анимации. В данном случае на двойку. В данном случае единицу нужно сменить на двойку. И далее здесь делайте отличные значения от того, что было выше. Чтобы прямоугольники, которые вы будете создавать, находились в разных местах. Например, в первом мы напишем 0,25. Далее 100 на 25. 100 на 30. И 0 на 30. И так со всеми значениями делайте все по-разному. Не так, как указано здесь. Чтобы сэкономить ваше время, я записала уже несколько правил Keyframes. И более того, помимо того, что я меняла значение в Polygon, я изменила значение отрезков времени, когда у нас меняется значение Polygon. Также давайте продублируем свойства Background Size Color. Первый дочерний элемент. Картинка у нас станет так, как нам нужно. Также используем Background Color. Но единственное, что в первом элементе мы изменим значение на единицу. То есть нам нужен прозрачный цвет Transparent. Теперь, когда мы записали анимацию и все свойства, которые мы прорабатывали планомерно, у нас теперь при наведении получается Glitch Effect. И, как вы уже поняли, количество этих линий вы можете устанавливать бесконечно. Так же, как и менять значение Polygon для того, чтобы их анимация была какой угодно. Повторюсь, здесь нет никаких правил. И чем более сложно все это будет выглядеть, тем более эффектно у вас получится Glitch Effect на CSS. Если у вас возникли какие-то вопросы по поводу этого эффекта, либо просто в целом по верстке, то приходи на сервис FrontEnd Help. Там ты можешь задать свой вопрос. Для этого достаточно опубликовать ссылку на свой сайт, например, CodePen, и описать проблему того, что у вас не получается. Далее вы отправляете свой вопрос, и в течение нескольких минут к вам подключится специалист, который поможет решить вашу проблему. Если тебе понравилось это видео, то обязательно поставь ему лайк. Также оставь комментарий с ответом о том, о чем еще бы ты хотел узнать. Подпишись на канал типичного верстальщика и другие социальные сети. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok